Прошедший вторник стал поистине черным для партии из ДПК. ГКМБ задержало и взяло под стражу сразу троих членов полицовета. Первым о своем аресте узнал бывший премьер-министр Саппар Исаков. По делу о модернизации ТЭЦ его обвиняют в лоббировании интересов китайской компании, когда он занимал пост заведующего отделом внешней политики аппарата президента. До вчерашнего дня бывший чиновник находился под подпиской о невыезде, но на вчерашнем допросе следствие озвучило планы об аресте. Первомайский суд спустя несколько часов поддержал ходатайство ГКМБ. Вслед за Саппаром Исаковым за решетку отправился иконыч Беккулматов. Он фигурирует в деле как бывший мэр и подозревается в нецелевом использовании средств китайского гранта на строительство школы в бешкекском жилмассиве Калыс-Ордо. На эти средства должны были возвести две школы в регионах. Решением ГКМБ и суда Кулматов был возмущен не меньше, чем Саппар Исаков. Закон у нас предусматривает основания, исключительно два основания, которые предусмотрены в Уголовно-процессуальном кодексе для изменения меры пресечения. Первое это есть новое обвинение. Нового обвинения господину Кулматову не было предъявлено. А второе это нарушение обязательств, связанных с подпиской о невыезде, то есть предыдущей меры пресечения. Таковых тоже не было и это подтвердил сам следователь. Естественно мы будем обжаловать, закон разрешает в течение пяти дней обжаловать это постановление суда, мы его получили. Уже сегодня утром стало известно и еще об одном громком аресте. Под стражу был взят депутат от СДПК Османбек Артыкбаев. Накануне его вызвали на очную ставку с экс-главой национергохолдинга Айбеком Калиевым. Когда велась модернизация ТЭЦ, Артыкбаев был министром энергетики, а Калиев его замом. Уже сегодня утром ГКНБ сообщило, что парламентарию избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 5 июня 2018 года генеральным прокурором Кыргызской республики в отношении депутата Джоорку Кенеша Османбека Артыкбаев возбуждено уголовное дело по статье 303 Уголовного кодекса Кыргызской республики при реализации проекта модернизации отец города Бишкек. В рамках расследуемого уголовного дела в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 303 Уголовного кодекса Кыргызской республики, депутат Джоорку Кенеша Кыргызской республики Османбек Артыкбаев был задержан и водворен в ВВС СИЗО ГКНБ. Задержание целой группы членов полицовета партии СДПК стало неожиданностью для многих парламентариев. Большинство законодателей тактично избегают комментариев на этот счет. Те редкие члены коалиции большинства и партии СДПК, которые все же соглашаются на интервью для прессы, сообщили, что вопрос арестов внутри фракции еще не обсуждался. Но в любом случае следствие должно вестись объективно. Между собой мы на сегодняшний день не обсуждали, потому что этот вопрос поднялся только вчера вечером. Поэтому на сегодняшний день, я думаю, между депутатами, если то будут разговоры, будут консультации, и если лидер фракции поднимет этот вопрос, обязательно мы обсудим этот вопрос. Я далек давать оценку, потому что все-таки идет следствие, и заранее предугадывать или говорить, я думаю, будет. Следствие должно проверить не только ТЭЦ. Есть много вопросов по реконструкции исторического музея, по строительству альтернативной дороги Север-Юг, на которую потрачен миллиард долларов. Есть вопросы и по другим дорогам, в том числе и по столичным. Все эти факты стоит проверить. Я думаю, что могут быть и новые задержания. Если будет доказана вина чиновников, они должны ответить по всей строгости закона. Задержанные члены партии СДПК уже начали называть произошедшее политическими гонениями. Но эти доводы эксперты считают необоснованными. Задержанные чиновники являются членами партии власти, а значит политических причин в этом деле искать не приходится. Это скорее внутригосударственная чистка в рамках объявленной войны против коррупции. Задержанные говорят, что идет политическое преследование, какие-то меры, которые не соответствуют деяниям. Ну, я думаю, если с их стороны были высказаны какие-то критические замечания, претензии в отношении существующей власти, то можно было бы это назвать политическим преследованием в определенной степени. Ну, то, что они не высказывали ни политические свои позиции, ни критических высказываний, а дело касается непосредственно вопросов, касающихся реконструкции ТЭЦ, это, думаю, ну, как бы соответствующее, что ли. И поэтому это называть политическим преследованием нельзя. Эксперты не исключают, что новые имена в этом деле действительно еще могут появиться. Как говорили члены депутатской комиссии, не менее 10 фамилий еще могут быть озвучены следствием. Среди них могут оказаться как бывшие и действующие депутаты, чиновники, так и подрядчики. Игорь Потанин, Алтымбек Канебекулу, НТС